18 декабря в Москве прошли 11 заездов. Несмотря на комфортную погоду, зрителей было мало. Причина все та же. Тотализатор в нынешнем виде интересен только небольшой группе пенсионеров-ветеранов. Профессиональные предложения по реальным шагам, направленным на увеличение оборота игры в несколько раз, у администрации по-прежнему интереса не вызывают. В первом заезде без вопросов выиграла бежавшая под нулем хваленая под управлением Елены Чифрановой. Вторым финишировал Тамерлан. Однако призовые у его владельца отняли. Зоркие судьи обнаружили у Тамерлана неправильный ход. Во втором заезде фаворитом разыграли Михаила Владимировича Козлова на бриге. Однако со старта резво поехал вперед Владимир Купко на курсе. Козлов быстро понял, что тягаться с курсом его бригу пока рано и сосредоточился на удержании второго места. В итоге курс выиграл. Бриг второй. Обе лошади дети раунда. В третьем заезде очередную победу одержал Тибериус Ф под управлением Александра Несяева. Сейчас на дорожке равных соперников у него не наблюдается. Главные призы не скоро. В четвертом заезде среди трехлетних орловцев фаворитом признавалась Парча. Но на этот раз наездник не справился с лошадью и сразу после старта Парча сбилась, упустив соперников на стол. Впереди резво бежали Полкан и Каракун. В итоге Каракун под управлением Несяевской Натальи Мальцевой выиграл. Полкан на финише привстал и занял третье место. Второй финишировала Карамбула. Парча только четвертая. Некоторое время назад, выступая в телевизоре, уважаемый специалист по организации любительских соревнований, поведал нам, что Парча вообще проиграть не может и давать 25 процентов на ее победу очень мало. Полагаю, что этот заезд все расставил по своим местам. В пятом заезде за победу боролись Вячеслав Сучков на Вензеле и Анатолий Якубов на Рокке ЧПРМ. Последнюю четверть лошади пробежали за 31,6 секунды. Победил сын Нансатчинга Вензель, Рокке второй. Несложной вышла победа Семена Кубко на Бравурной в шестом заезде. Также никаких проблем не было у Антона Дурдопьянова на Лефорте Син в седьмом заезде. На мой взгляд, если уж кого и записывать под ноль, то это Лефорте Син. Лошадь была вне компании. Но насколько я знаю, не все владельцы довольны, когда их лошадь бежит под нулем. Что объяснимо, интерес к ним среди ресторанной публики в этом случае заметно снижается. В восьмом заезде свою девятую победу в карьере одержала двухлетняя Орловская паутинка под управлением Юрия Чифранова. Очень сильная Милия Рэм под управлением Валерия Петрова выиграла девятый заезд. В предпоследнем заезде свою первую победу в руках Сергея Матвеева одержал боярышник. В последнем заезде вновь победил Семен Кубко, набежавший под мульоном Винс-Релок.